Всем привет, дорогие друзья, с вами AndrewFive и в стиле Red. Хочу перед началом этого выпуска поздравить всех с Новым Годом, с Рождеством, пожелать вам всего хорошего, чтобы в будущем, наступившем году, все было замечательно. Сегодня мы пограем в игру, которая для меня в какой-то мере, ну, культовая, в той мере, что с этой игрой, это первая игра, которая была сладена на моем компьютере, и сегодня я вам хочу о ней рассказать. Вот, и сегодня мы будем играть за сборную России, против сборной Англии, я подкорректировал свой состав. Жаль, наверное, его не покажут здесь, ну да. Сейчас я вам его покажу. Видим сказочные номера на спинах футболистов. Это Нигматуллин, защиту у нас, мы играем вот по верхней тактической схеме, в защите у нас Синников, Нижегородов, Игнашевич, Ковтун, в полузащите, он тип опорника у нас, Радимов, Измайлов, Аршайен, Муставо у нас впереди, и Киржаков, Сучев, нападение, он в замене вратарем у нас под девятым номером, Двениамин, Мадрекин, Анопко, Смертин, Яновский, Симагогнев и Петин Быстров. Странно, ну ладно. Вот, ну давайте проверим эту культуру для меня игрушку, безнечестно, наверное, основная, ну, первая задача у меня не проиграть в кубок крупно. И тут мы вводим и Ашликов. Ах ты, Ашликов у нас тут накрутился. Ну, для меня эта игра в какой-то мере была культовая тем, что я тут и за Россию играл, и за Литву, и за Латвию, вводил их на Евро. Игра вышла в 2004 году, и, ну, сказочно, отбор, да, пропустили, так легко, Оуэна, и тут Мандарин, их Матуллин должен забирать. Вышел в 2004 году, и в ней много народа играл. Вот, с кем я общался, игра была знакома. Наверное, кто там сейчас лет 18 исполняется, может быть, вполне они не застали ее. Но мне 26 лет, я в нее поиграл. И должны были забивать, должен был Димка сейчас забивать. Блин, я даже не знаю. Преправляем и сделаю. Тут Джеймс забирает. Я вот в этих угловых ничего не понимаю особо. Выбивает. В этом году выйдет вот только у какой компании, выпускающей футбольный симулятор игр, пока непонятно. Вроде как поговорят, что A-Sports не купили. Слишком, они считали цену дорогой, что ли, и тут, слава богу, наш мяч. Вот, и вроде как Konami собралась выпустить игру. Ну, честно, не знаю насчет этого, потому что у FIFA все-таки у A-Sports игра в этом смысле неплохая выходила. Интересно мне было в ней играть. Сам отбор на евро... Да, не можем пока ничего сделать. Сам отбор на евро был прикольно сделан. Можно было поиграть уже в финальный турнир, попробовать вывести какую-то сборную. Не знаю, что вот по этому поводу сказать. Ну, поживем, увидим. По крайней мере, уже очень скоро выйдет эта игра. Она обычно выходит или когда евро начинается саму, либо там за недельку, за пару недель. Ну, честно, вот чемпионат мира, который в 2014 году был, он не особо впечатлил. Игра сама по себе. Я играл на нее в PlayStation 3. И как-то без особых эмоций. Да, чуть-чуть я в нее поиграл. А вот евро 2012 было классно сделано. Того, что не говорил. То, что с отбором вот эти вот все группы там уже до конца, честно, не помню. Эх, тут успеть бы. Жаль. Ну и по нолям пока играем. Без особых моментов. У этой игры почему-то есть дурацкая закономерность. Ты выходишь из игры. Я состава, получается, дважды сохранял. Не сохранялись почему-то. И вот пришлось перед игрой потратить минут 10 на укомплектовку состава. Думаю, вот сейчас, знаете, вот смотришь все вот такие игры, которые раньше играл, и думаешь, блин, боже мой, как я в них играл. Честное слово, я вот не представляю. Я в них играл. Мне нравилась эта игра, несомненно. Ну вот, видите, для каких-то ключевых моментов вот это было очень опасно. Для каких-то ключевых... Ну да, 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 и сейчас забивает. Ну это так... Не супер ключевой момент. Гол не из чего, честно, муставы подает. Тут наш игрок так легко-ненько ногу подставил. И сычев, да, можно было с мячом вообще убежать, но это было бы, по-моему, в какой-то мере нечестно. Руни со сколсом разограли мяч, а я уже радостный, более радостный. Играю я на полупрофи здесь, потому что на профи... Ой, сейчас можно... Ох, как хорошо. Ой, не особо хорошо. Ну, слава богу, в лаву. Них Матуллин по четвертым номерам и Дейдбеком со слезным ниткой. Косой. И что у нас тут будет? И Стивен Джерард, наверное. Пытался бежать в штрафную. Джерард с мячом. Да, и 1-1. И по усколсу рыжая бестия. Манчестер и на этот забивает нам 1-1. Да, недолго музыка играл, недолго фраер танцевал. Ох, надо сейчас... Нет, 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 ребятушки. И солдатушки, браво, ребятушки. Нам не... Нужно нам голос забивать, а не пропускать. Сычев с мячом. Да, боже мой, мать вашу. А вот... Как легко они тут атаку создают на нашу... И мы второй... Я не знаю, как я это сделал. То, что был бы сейчас на поле. И 1-1. Нет, ничего не добавляет сюда. Или, может, я просто не видел. Ну, все, свести, 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 судья. Вот хотел бы штрафную еще пробить. Но пока судья как-то не особо назначает. И бежать, бежать. И опять нас толкают в корпус. Наш игрок легко отлетает. Похоже, это Сычев был 1-1. Пока сыграли мы первый тайм. Я не доволен на то, что пропустил гол. Но я доволен на то, что я забил. Несомненно. Руни и... Полскоус. Злой гений. Манчест... Точнее, сборная России. Игрок в Манчестере и НАТО в 2004 году. И Марат Измайлов. И Киржаков. И Мостовой. И Сычев. И Ковтун. Аршавин. Ох, хорош был ударчик. Я, честно говоря, ничего не помню. Сыграем точно так же. А Джеймс забрал на этот раз мяч. И у нас без особых успехов была эта атака. Измайлов. Да что, что будешь делать? Блокирует, блокирует нас. Не туда. 1.1. 53-я минута. С Сашки Мостового мяч забрали. Да, 1.1 пока. Ну... Там ассайд был в любом случае Мостового. И Киржаков. И... Да твою мать, да как он не забил, ну... Ну всё, ты вышел, ну всё, забивай. Дави, дави. На это замену я пару сделаю. Мы выпущем из Сачёва Симака. Да, единицыный форварда. И мой любимый урок. Вместо... Уху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Наверное, вместо Аршавина я выпущу. Гогниф, я не помню, Дэйм, это что... А, это типа опорник. Датираем вот так вот и... Да, сказочные номера футболистов. Смертный напорник. Ну, смертный напорник и вместо Иеновский, вместо Измайлова. Эх, успеть Баршавину, но нет. Ну, ребятки, не-не-не. Хотя бы до серии пенальти. Ну, и вот куда пасовал смерть. Ну, вот система пасов, она очень недоработана. И замена. Ну, тут кто у нас покидает, то выходит. Вот она жила, извиняюсь. Ковтун пасует на Гогниева. Аршавин. Блин. Аршавин теряет мяч. Тупо теряет мяч Андрей Аршавин. На мостовой тоже теряет мяч. Вот я нажимался слевее. Ну, то есть вниз. Ну, Киржаков тут поддал мяч игрокам сборной Англии. И удар от ворот. Негматуллин. Защита наша. Аршавин. Хорош, 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 хорош Негматуллин. Хорош, Руслан. Опять Бэкс. Помнишь, что в прошлый раз после доигрыша голового мы пропустили мяч. И опять Жерард. И была. Браво Яновский. И Гогниев. Да и, ну, блядь. Ну, вот пасовал я, вот, ну. Ну, вот, кому вот. Вот вперед пасуешь. Ну, тут логика одна. Да, наверное, наигравшись в фишу 16-ти ожидал большего в пасах во многом в семьях с мячом. Ох! А это штрафное. Это желтая карточка Джон Утари. Слушайте, ну, тут. Да. Тут, тут тоже скоростное просто. Я нажал, а толку мало. Я, ребят, не жаловаюсь. Там ничего такого. Ну, просто. 2-1. Начинаю по-честному. Майк Лоуан 2-1 делает счет. Не забиваешь ты, забивает тебе. И англичане нам забивают Волу. Да, обидно. Я, как минимум, до серии пенальт. Ну, с такой игрой с тем, что я отвык. Наверное, на больше не нужно мне было надеяться. Ну, 2-1, не так страшно. Волу я забил. Целый корявенький. И пас на муставово. Вы сами видели, куда он пришелся. И Майк Лоуан. Легенда английского футбола. Семак. И Джон Терри снова поддевает нашего игрока. Джон. Джон, это нифига не красит тебя. И 3-1. Спокойно делает Майк Лоуин. 3-1 счет. Ну, а нам что остается? Только сетовать на плохую игру меня самого моей команды. Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. Яновский издали и опасно, но выше ворот. И Джеймс выбивает. И да, все, свисток. Матч закончен. 3-1. Майк Лоу у нас игрок матча. У нас все понимаем. Так что вот такой вышел матч, дорогие друзья. Спасибо, что были с вами. Еще раз всех с наступившими праздниками, с наступающими праздниками. С вами был Андрей Фаев. Если вы впервые на моем канале, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, что вам не понравилось, что вам понравилось мое видео. А на сегодня это все. Пока-пока. Пока.